Решил тут отдохнуть в одной жаркой стране. А мне говорят, что прежде чем туда поехать, нужно вакцинивроз... Вакцинивроз... Вакцинироваться нужно! Ну, сделать прививку по-нашему. Ну, конечно, я согласился, без проблем. А потом узнал, что оказывается, вакцина, это когда тебя специально заражают какой-то болезнью. Я, конечно, отказался. Я не понимаю такой логики. Чтобы я там не заразился, меня нужно здесь специально заразить. Это что? Это такая система борьбы? Нет, логика какая-то странная. Неужели вакцинация это когда тебя специально заражают? И так ли нужны и важны эти прививки? Что без них, мол, никуда не поедешь? Давайте выясним. Прямо сейчас. Есть среди вас такие, кому нравится болеть? Всё тело ломит, лоб горячий, а думаешь только об одном. Да что же со мной такое творится? На защите любого человека стоят иммунные клетки, которые весьма успешно защищают его от многих болезней. Но когда в кровь проникает неизвестный вирус, новый вид гриппа, например, иммунные клетки не могут его опознать и сдаются без сбоя. В итоге, ваша не здоровится. Вирусы празднуют победу. Так почему же болезнь поднимает человеку температуру? Когда пагубное воздействие вируса на организм уже не скрыть, в крови начинают выделяться вещества наподобие гормонов, пирогены. Они действуют на термический центр головного мозга и заставляют его нагревать тело до определенной температуры. То есть фактически температура – это признак борьбы организма с болезнью. Повышение температуры всего на несколько градусов оказывается достаточно для победы над многими болезнями. Интересно, а можно сделать, чтобы иммунная система человека отсекала вирус гриппа ещё на подступах? Можно, если сделать прививку. Самое распространённое – от гриппа. После прививки иммунные клетки будут готовы к встрече с инфекцией. По-научному эта процедура называется вакцинацией. Ещё двести лет назад о вакцинации никто не знал. Целые города вымирали от эпидемий чумы и оспы. Пока английский врач Эдвард Дженнер не заинтересовался тем фактом, что переболевшие коровьей оспой не умирают от оспы натуральной. Учёный рискнул и намеренно заразил восьмилетнего мальчика коровьей оспой. Малыш выжил и получил иммунитет к страшному вирусу. Так Эдвард Дженнер изобрёл и успешно опробовал первую вакцину. Кстати, «вакка» по-латыни и означает «корова». Сегодня вакцину от гриппа делают массово. Сюда из лаборатории поступают ослабленные вирусы. Настолько ослабленные, что заразиться ими нельзя. Далее готовые шприцы с вакциной попадают на конвейер, на упаковку. Ежегодно в мире разными формами гриппа заболевает до 500 миллионов человек. Два миллиона из которых умирает. Довольно часто после болезни возникают осложнения. Эта прививка защищает от трёх самых опасных форм вируса каждого эпидемиологического сезона. Поэтому вакцин делают так много. Каждый день по тысяче образцов. Но в поликлинику им ещё рано. Нужно проверить, соответствует ли состав вакцины норме. Это можно узнать, измерив её способность поглощать свет. Медный купорос взвешивают. Потом добавляют в готовую вакцину. Химические реакции между компонентами вакцины меняют светопроницаемость жидкости. Если светоизмерительный прибор углядит в недопустимые отклонения от нормы, вся партия будет забракована. А Паша, тем временем, уже испробовал прошедший проверку образец на себе. Ослабленный вирус вакцины как бы предупреждает организм о возможной опасности. Ну а если предупреждён, значит вооружён. В крови человека начинают вырабатываться антитела. Вещества, которые, как клещи, захватывают вирус и нейтрализуют его. После вакцинации к определённому типу болезни антитела навсегда остаются в организме. Привитый от гриппа Паша, наконец, отправился на пробежку. Да, на такой скорости вредные микроорганизмы его точно не догонят. Логика прививки мне понятна. Следуя этой логике, если человек боится получить сотрясение мозга, ему нужно поставить маленькую прививочку. Буф! И после этого ему уже сотрясение не страшно. Что? Ой.